Первая игра этого года для Сургутского университета должна была состояться еще 7 января. Но соперник Югорчан Иркут объявил о снятии команды с чемпионата из-за отсутствия финансирования. Потому старт «Северян» в 2019-м был отложен на несколько дней. А во время каникул состав нашего клуба пополнился двумя новыми игроками. Это нападающий Даниил Карванин из питерского «Спартака» и лучший снайпер суперлиги из Иркутска, американец Халиль Дюкс. Мы буквально 24-го числа, последняя игра чемпионата, мы играли с Иркутском. И то есть та схема защиты, которая у нас работала в Иркутске, мы примерно сегодня ей и защищались. Поэтому готовили серьезно. Несмотря на то, что где-то не все получается у университета в этом году, это достойный соперник. И всегда сложные игры здесь у нас получались. Не все получалось у сургутян в первом матче года. Сибиряки вышли вперед в середине первой четверти и затем только увеличивали свое преимущество. Уровень игроков наших, он не соответствует уровню вот этой команды, понимаете. Вышли два сильных игрока, но надо только помочь за это дело. И пытались отдавать первое половине. Старались контролировать его и Липовича, чтобы они как можно больше отдавали мяч, как можно меньше сами брали на себя игру. Вот если с Липовичем более-менее получилось, то есть Дюк все равно забил, ну 30 очков он забил все-таки. Но зато остальные по мелочи. Алексей Курцевич стал джокером у Новосибирска. Он реализовал 8 из 11 своих атак и забил все 6 штрафных бросков. Это так получалось. Видимо, страховка была от другого игрока. Точнее, ну, больше периметр мы, может, страховали. Вот, потом все равно во второй половине, когда уже больше на меня переключились, уже полетели свободные трехочковые. И за счет этого мы как бы держали 10-очковое преимущество. И к концу уже... Отвлекая своей активностью под кольцом не одного, а двух сургутских защитников, гости быстро, перемещая мяч, часто находили свободного для броска игрока. Четвертая четверть оказалась провальной. Университет Югра крупно уступил 64-84. Сейчас вот будем перестраивать, как говорится, игру, команду, все. С некоторыми игроками будем прощаться. Это не, как говорится, не дело. Должно быть какой-то бойцовских, бойцами быть. Раньше у нас были бойцы, а сейчас, к сожалению, нету бойцов. Теперь сургутяне готовятся к выездным играм. 15 и 18 января университет Югра в гостях сыграет против Самары и московского ЦСКА-2. Дмитрий Круковец, Сергей Поликов, Сургут, Интерновости.